Кубок Динамо. Грандиозный чемпионат международного класса по историческим средневековым боям. Но не ИСБ-едином живет этот турнир. Здесь по-настоящему оживает история, и каждый найдет для себя что-то интересное. А что интересного было на Кубке Динамо? Давайте выясним. Мы находимся на Кубке Динамо, и помимо замечательных массовых боев и одиночных боев, вот именно в формате спорта, здесь также проводятся бои именно римских легионеров. Вообще реконструкция античности, она сама по себе самобытна, и расскажет нам об этом вот этот замечательный человек. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр Багерман, я являюсь реконструктором образа древнеримского сенатора клуба Легио Децимофритенис. Скажите, пожалуйста, вот по поводу реконструкции античности, в чем ее особенность? Ну, как бы, к чем это может приманить, например, человека не в раннее Средневековье к викингам, или в Средневековую Европу, опять-таки, развитая Средневековье и Ренессанс? Чем может заманить себя именно античность? Ну, античность интересна прежде всего тем, что, во-первых, она очень далеко от нас, и чем дальше эпоха, тем интереснее людям. Во-вторых, ну, в принципе, остальные эпохи, кроме античности, в нашей стране очень много раскручены, скажем так, и более-менее всем известно и понятно, античность только набирает обороты, благодаря временам и эпохам, фестивалю рекон, который у нас в Санкт-Петербурге проходит. У нас очень массовый клуб, у нас есть филиалы, вот мы возникли в Санкт-Петербурге в 90-х годах, а так на сегодняшний день у нас есть представительство в Москве, в Санкт-Петербурге, в Туле, в Израиле и в Крыму. Собственно говоря, наш легион представляет восточные легионы, стоявшие в Таташне-Иудее или современный Израиль. Здесь на фестивале мы представляем как военную тематику Рима с нашими союзниками, несколькими клубами, легионеры, ауксилари, так и гражданское направление. Наши матроны воспроизводят фрагменты мозаик, ювелирные украшения и элементы оружия, которые являются точной копией оригинальных вооружений. Еще хотелось бы тогда уточнить про боевую часть. Как мы знаем, ну вообще, мне интересно, то, как воевали римляне, существуют ли источники? Потому что, насколько знаю, как воевали, например, показывали свое шоу «Гладиаторы», источников крайне мало. Мы работаем на основе источников, собственно говоря, там описаны боевые построения, как на самом деле очень мало описано, но в любом случае все, что есть у Цезаря, Вегеция, мы стараемся это изучать и воспроизводить. Вот если вы видели наши бои, во всяком случае, команды у нас отдаются точно такие же на латыни, по мануалам, которые сохранились в тех периодах, и они помогают нам более погрузиться в эпоху и воссоздать. Наверное, глупый вопрос, а правда ли, что война легионеров друг с другом, допустим, если вот схватка идет римлянам против римлян, то это поножовщина за забором? Ну, отчасти, поскольку легионеры обучены ближнему бою, поэтому если легион с легионом, как часто было в истории Рима, то это схождение и на прямой дистанции мечами кололись. Но это еще надо умудриться, разные тактики есть через такой щит. Очень тяжело пробиться, если ты, скажем так, не очень обучен. А если вам захотелось самому присоединиться к легиону Цезаря, вам в этом поможет магазин средневековых товаров Dungeon. Широкий ассортимент доспехов и вооружения на любую эпоху, тренировочное, спортивное и турнирное снаряжение, а также реплики оружия из кино и видеоигр. Даже меч Геральда есть. Ссылка на магазин в описании, и ссылка на их канал будет в конце этого видео. А у меня хотелось еще задать один вопрос. У Риблин были враги, соответственно, варвары на севере. Вопрос. У вас есть ли дружеские клубы, которые делают именно кельтов, других германских варваров? Сейчас вообще интрига. У нас внутри клуба делаются еще и варвары. У нас, например, тульское подразделение, московское. Вот у нас девушки сидят, воспроизводят хной роспись, которая была принята у кельтов. Наши товарищи привезли на кубок Динамо. Можно посмотреть шлем с кабаном кельтский, синий щит и черный вороненый доспех, как у кельтов было. Так что у нас дружеских клубов нет, но мы сами воспитываем людей, кто к нам вступают. Есть разные направления в клубе. Военные – это легионеры, ауксиларии. Вы сами воспитываете себе врагов, получается. С кем драться хотят. Я вам больше скажу. Я еще помимо того, что в взрослом клубе у нас есть детское направление. Там есть HBSoft, и многие наши ученики из HBSoft перерастают во взрослые. Это очень серьезно. Это прекрасная подспорь. Вы знаете, вот как надо делать всем клубам. Ребята, нужно просто готовить себе смену уже с пеленок. Да. Это действительно классно. Я очень надеюсь, что такие клубы будут развиваться, обзыводиться прям традициями, которые будут уходить в далекие годы. Вы можете и к нам вступать тоже. Но я не знаю. Если я по своим бюджетам кого и смогу сделать, это ноговый мечника. Можно. Пожалуйста, кельты так и сражались. Барриканты, пожалуйста. Полу ноги и с мечом. Хорошо. И самый глупый вопрос. Просто, знаете, вот. Насколько сильно в популярности исторической реконструкции Рима повлиял сериал «Рим» и «Спартак»? Ну, сериал «Спартак» со своими небольшими огрехами тоже распространил культуру. Но прежде всего, это, конечно же, сериал «Рим», поскольку он более историчен и он нагляднее демонстрирует в большей степени военную составляющую. В «Спартаке» там немножечко в другую сторону уклон. А так у нас есть YouTube-канал, Facebook, ВКонтакт и самое главное модное сейчас Instagram. Можно подписаться, посмотреть. Мы уже делаем трансляции и фото-видео тоже. Вот это я понимаю. Современный подход к исторической реконструкции. Я не удивлен, что вы за столь малое время, ну, прям, вы серьезно, солидно выглядите. Вот. Посолиднее многих, так сказать. Спасибо. Что бы вы хотели бы сказать людям, которые хотят попробовать этот вот, почувствовать себя римским легионером, либо сенатом, который придет от интриги? Ну, сенатом тяжелее, но римскому легионеру, если хотите, приходите к нам на тренировки. Они у вас абсолютно бесплатные. Можно найти ВКонтакте и в других ресурсах, набрать Легию Децима Фритенсис, увидеть наши филиалы, сфотографировать наш баннер. Да, ссылки в описании. Да, ссылки в описании видео. И вступайте в Рим. Ава, Цезарь. Ава, Рома. Спасибо. Спасибо за просмотр.